Всем привет, меня зовут Аскар, с вами канал IT-вердикт и я рад поздравить вас с новым 2017 годом. Многие в комментариях меня спрашивают, какую звуковую карту использую я для прослушивания музыки и как она себя проявляет. Также я, к сожалению, сталкивался с таким утверждением, что мол нельзя получить достойный звук, не потратив при этом кучу денег. Так вот, сегодня мы поговорим об этом всем, а поможет нам устройство, которое способно заставить даже самые дешевые и простые наушники за 100 рублей звучать как студийные профессиональные мониторы. Но на самом деле, конечно же, нет, таких устройств, к сожалению, не бывает, но оно правда способно улучшить звук даже там, где вы этого меньше всего ожидаете. Это устройство Faxiang DAC-X6. Появился он у меня пару месяцев назад, выбирал я его долго и брал как раз для того, чтобы было на чем тестить разного рода наушники. Раньше я слушал музыку и тестировал уши в основном только на пульте от Behringer, что, естественно, не являлось его основной задачей. Плюс у меня была карта от Creative, модель Sound Blaster для 5.1 звука, но ничего из этого не позволяло достаточно хорошо раскрывать более-менее хорошие и в особенности высокоомные уши. Поэтому я и решил найти устройство, которое позволит мне без проблем тестировать как минимум весь игровой сегмент наушников, ну и по возможности какие-то студийные или профессиональные образцы. Таким образом я и пришел к этому устройству, но обо всем по порядку. Начнем с внешнего вида. Само устройство выглядит как обычная черная коробочка. Кстати говоря, металлическая и имеет на лицевой стороне следующие функциональные элементы. Во-первых, это два тумблера. Один для включения и выключения устройства, а второй для выбора входящего сигнала. Это может быть как оптика, коаксиальный кабель или же USB. Также, естественно, есть вывод на наушники 6,35 мм и крутилка громкости. На задней панели расположены порты для подключения USB кабеля, порт для подключения оптики, коаксиальный порт и, конечно же, разъем для питания. Чисто визуально устройство вообще не выглядит как что-то дешевое и китайское. Все элементы выглядят очень органично, а материалы не дают даже намека на какую-то дешевизну или плохую сборку. Теперь же пройдемся по функционалу этого устройства и для начала совсем поверхностно. Вывод звука осуществляется через гнездо для наушников, для которого в комплекте идет переходник на 3,5. А также звук можно вывести через RCA. Что же касается ввода звука, то тут вариантов предостаточно. В наличии и оптический вход, и коаксиальный. И самое важное лично для меня, что устройство может выводить звук с компьютера по USB. То есть устройство по сути является полноценной внешнезвуковой картой. Более того, устройство способно выводить звук с устройств, которые поддерживают ОТГ, например, с телефонов или планшетов. Теперь же немного углубимся и перейдем к характеристикам устройства, а также к тому, что скрыто внутри. Устройство поддерживает очень широкий диапазон наушников от 32 Ом до 600 Ом, что позволяет работать в связке даже с очень хорошими наушниками. Тестировали не только на популярных 770-х байерах, но и даже на Fostex T50RP от Snorri. Устройство очень достойно прошло проверку и, естественно, это означает, что быть хорошим источником для любимых многими разного рода стилсириесов, клаудов и прочих гарнитур для него более чем простая задача. Коэффициент искажений менее 0,001%, а диапазон частот покрывает весь диапазон слышимый человеческим ухом. Устройство способно выводить звук в 192 кГц при разрешении сэмплирования в 16 бит и 96 кГц при разрешении 24 бита. А отношение сигнала к шуму более чем 105 дБ, что является очень и очень хорошим показателем. Что касается внутренности, то это устройство совмещает в себе и ЦАП и усилитель, или содержит в себе чипсеты, список которых вы сейчас увидите перед собой на экране. Углубляться в то, где используются подобные комплекты микросхем я не буду и скажу лишь то, что это очень неплохие и качественные за свои деньги чипсеты. Что же касается минусов, то, к сожалению, за несколько месяцев использования я их так и не обнаружил, но тут, к сожалению, скорее для вас, чем для меня, поскольку я-то этому, конечно же, рад. Вообще, на форумах писали, что имеет смысл заменить идущий в комплекте блок питания и это позволит еще больше улучшить звук. Однако многие люди вроде как воспользовались этим советом, попробовали заменить и в принципе никаких особых изменений это не дало. Поэтому я также не стал менять блок питания, тем более считаю, что за такие деньги это устройство и так выжимает из себя максимум. Покупал я его за 3500 рублей, а сейчас он стоит 4200 рублей. Почему я дешевле купил, я покупал его во время какой-то распродажи, но в любом случае ссылку на магазин, где я брал его, я оставлю в описании к видео. И так, конечно же выводы делать вам, но если вы любите слушать музыку и подбираете недорогое, но качественное устройство или же вам надоел встроенный звук и ваши наушники требуют большего, например, такие как клаудкоры или классом выше, то я очень советую вам этот ЦАП. В будущем я планирую заказать еще несколько устройств подобного класса от FIO, SMSL, Asus, возможно от каких-то еще компаний и попробую провести их сравнение. Поэтому если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание и сделаю небольшой анонс. Дело в том, что теперь каждую субботу в 19.00 по Москве будут проводиться трансляции на нашем твич канале. Это будут игры с подписчиками, различные конкурсы и возможно, что-то еще интересное. Я сам еще не придумал все то, что хочу проводить там. В любом случае вся информация будет в группе ВКонтакте и непосредственно на твиче. Поэтому подписывайтесь на твич, на группу ВКонтакте, на наши социальные сети и не пропустите ничего интересного. С вами был канал IT Verdict. Пока. Увидимся в следующих выпусках.